Ола, амигос! А какая связь между спортом, песенками, девчонками и фразой «А чё так можно было?» И под любые умы скажут «Никакой». И вот как бы позвольте с вами не согласиться, ибо вся эта ваханалия на ура укладывается в одно простое слово «расизм». И думаю, все уже видели фрагмент, где куча народу танцует и песенку поёт, но прыгают и прыгают делов-то. Но кусок этот завирусился, и не включая какого-то патриотизма, аль умилительного попадания в ноты. Нет, все в шоке от того, сфига в всём действии, нет флажков да покрасочней, народа да другого, и последней каплей стало отсутствие бодипозитив представителей. Кто-то, конечно, быстренько параллели с уходом Макдональдса построил, мол, годик канул, а какие результаты? И пошла волна размышлений о вселенской несправедливости, и газ у них есть, и нефть, и зерно, так ещё и... Эх... А почему нужно что сделать? Правильно, вдогонку ко всем ярлыкам, что на Россию повесили, добавить расизм, возведённый в квадрат. И да, да, рука-лицо, парня понесло, а мига поехал. Но, друзья, я всегда говорил, не надо слушать блогеров, это утопия. Слушать нужно только проверенные источники информации, ну, к примеру, Американскую медицинскую ассоциацию. Но они-то плохого точно не посоветуют. И вот дабы лют местными комплексами, а ещё чем не накрывало, зашли они издалека. Что спорт и здоровье штуки связанные и научно обоснованные, но вот эти вот показатели, типа рост и вес, вообще никакого отношения к здоровью не имеют. А посему индекс массы тела, который с 1869 года был неизменен и рассчитывался как вес, делённый на квадрат роста. Это не только атовизм прошлого, но и даже, вот это страшно сказать, проявление лютого расизма. Ибо разработан он был вовсе не для определения здоровья, а для расового отчуждения. Ведь вся эта шкала отталкивается от показателей идеального белого человека, не учитывая пол или этническую принадлежность. И это чертовски обижает чернокожие населения и латиноамериканцев. Но тут главное понимать, что это никак не связано с шизанисть каким, а бодипозитивниванием на землях заморских. Хотя к чему стоит геморроя и не ясно. Но перенесите вы норму на правенько, ну куда им там за пределы шкалы. И признайте всё, что левее болезненной худобой и дистрофии. Делов-то и сразу статистические данные здоровья нации улетят в космос. Хотя отказаться тоже вариант, надо по улыбке считать. Вот затолкал бургер другой в топку счастлив, увидел беговую дорожку, тоже счастлив, аж до слёз. А помните на днях я рассказывал о британской инфляции? Ну той самой, которой как бы нет. Ведь для этого, так же как и с индексом массы тела, было сделано всё. Убрав из индекса потребительских цен все наименования, которые в цене улетели. Ну там продукты питания, энергию, горючку, алкоголь, сигареты. И сейчас у меня даже мысли нет, а что там вообще осталось? Ну спички и вода? Ну как выяснилось, это слово, которое нельзя произносить, всё равно растёт. Но шайтанам и не меньше. А так как британцам с волшебным станком, как их заокеанским друзьям, не фортануло, напечатать из вертолёта, раскидывать оказалось не вариант. А значит нужно новые меры борьбы со своими гражданами, новые меры поддержки граждан придумать. К примеру, законодательно запретить индексацию зарплаты государственным работникам в этом году на 6%. Ну там докторам, учителям, полиции. Ну не то, чтобы это многих коснётся, нескольких лямов человек, не больше. Ведь людишки, если им бабок дать, транжирить пойдут. И тем самым ещё больше подпитают рост цен на всё. А банк не для этого процентную ставку поднимал, чтобы подданные все потуги королевские уделали. Пойдёт ли Ришенька дальше, до пёрышка дорвавшись, пока вопрос. Ну в плане законодательно запретить не государственным организациям индексации проводить, а лучше вообще зарплаты сократить или людей. Ну чтобы прям вот из кризиса окрылённым вылететь. Ну не как Лизонька с Боренькой, хотя как пойдёт. А в последнее время я всё чаще задаюсь вопросом, какая должна быть стрессоустойчивость у окружения президента Закьянского. Ну там же как получается, ты при дворе, зарплата у тебя хорошая, страховка, то есть всё пашешь как мул, всего себя работе отдаёшь. Карточки с маршрутами по шагам, с поправкой на ветер и возраст вырисовываешь. Над текстом ночами карпишь. На дни, когда глава государства на публике не появляется, молишься. Ну или на его очередной отпуск надеешься. Но приходит утро и повторяется день сурка. Любимец публики. И благодарю всем этим, а и неважно. Слово молвить желаю, кто не успел на начало, печалька. Я продал много государственных секретов и много очень важных вещей. Я огонь. И понятное дело, что дядька шутканул. Ну точно, ну хорош, но вы же не думаете, что... Да перестаньте. В заключении же главного врача Белого дома О'Коннора было написано, что белый 80-летний мужчинка в состоянии выполнять обязанности президента. Так почему этот белый 80-летний мужчинка шутить не может? Как по мне так шутка зашла. Да одно лицо моде чего стоит. Чувак, а как же конфиденциальность? Но по данным пресс-службы все смеялись прям вот не в себя. Дашь Тим Кук. И фотку привели, и теперь дико интересно посмотреть на Тима Кука в расстроенном состоянии. Ну чисто вот найти пять отличий. Но в новостях данную тему раздули. А по факту 80-летний белый мужчина просто обладает отличным чувством юмора. И сии слова никак не связаны с трапами, мешками с песком, велосипедами, гимнами и королевами. И всем тем, что вот за кадрами остается. А то, что Тейлор, Грин и другие пуще прежнего заверещали об импичменте и диме... Э, даме... Ну в общем там слово сложное. Ну так чувство юмора не всем дано. Отличного дня. Пока.